Добрый вечер, меня зовут Максим Путинцев, а на стенде сегодня Юлия Лаврикова, директор Института экономики Уральского отделения Российской Академии Наук. Юлия Георгиевна, здравствуйте. Добрый день. Экономика наше все, всегда, а в последние дни особенно. На нашу, на отечественную экономику после начала спецоперации на Украине, в Украине, кому как больше нравится, обрушился мощнейший удар в виде западных санкций. Как мне представляется, неожиданно мощный. Вряд ли кто-то мог предположить, что все пойдет именно по такому сценарию. Что, с вашей точки, самое серьезное из тех мер, которые были введены против нашей экономики? Конечно, это заморозка резервов Центробанка. А можете пояснить, почему? Мы долгие годы копили, увеличивали резервы Центробанка, размещали, диверсифицировали вот эти резервы в золоте, в валютах, в юанях. Там разные валюты, порядка 10 штук. Да, да. И гордились тем, что у нас вот эти резервы... Ну, то есть, кубышка А большая и Б такая диверсифицированная. Да, да. Составляют достаточно большую долю от валу внутреннего продукта. Да. Но не учли, что хранится это во многом в иностранной валюте. И физически не у нас, насколько я понимаю. Да, да. И в результате страны воспользовались вот этой ситуацией, и вот эти резервы, они заморозили. И получается, что это приводит к чему? К тому, что сейчас у Центробанка гораздо меньше инструментов для регулирования курса валют. Курса рубля, да. Регулирование, в том числе, вот ключевой ставки, процентной ставки. И мы видим это по реакции. На мой взгляд, абсолютно правильный Центробанка о том, что буквально за день было принято решение. Это экстренное решение, важно понимать. Да. Резкое повышение ключевой ставки сейчас 120%. С 8 до 20, до 20%. В два с лишним раза. Да. Это беспрецедентное повышение, скорость принятия решения в плане повышения. Но, на мой взгляд, оно достаточно правильно. А к чему это приведет? Ну, вот давайте рассмотрим какие-то такие ключевые вещи. То есть, с одной стороны, кредиты станут дороже. Причем дороже тоже в разы получается, фактически, по сравнению с тем, что было раньше. С другой стороны, теперь, наверное, выгоднее становятся депозиты. Да. И на самом деле, вот повышение этой ставки, оно в большей степени направлено на поведение людей и бизнеса. Каким оно должно стать? Чтобы не снимало деньги, чтобы вот этой паники не было. Все снять, бежать, скорее покупать продукты, товары. А в банке там под 20. А чтобы оставляли деньги в банке, потому что вот на сегодняшний момент эта ставка превышает темпы роста инфляции. И это намного выгоднее хранить деньги. И вот здесь есть определенные плюсы этого шага именно для экономики. То есть, как раз вот к этому варианту поведения имеет смысл присмотреться. Оставить деньги в банке или принести их в банк, чтобы заработать хорошие проценты. Да. Есть другая стратегия поведения. Я слежу за соцсетями, обращаю внимание. Наоборот, люди снимают деньги со своих вкладов или там со своих счетов и срочно что-нибудь покупают. С логикой такой, ну вот завтра точно будет дороже, поэтому надо успевать. Телефоны, ноутбуки, стиральные машины и так далее. Список бесконечен абсолютно. Здесь, смотрите, не факт, что завтра будет дороже, потому что некоторые, скажем так, да, трейдеры, они просто пользуются этой ситуацией и резко поднимают цены. И может быть, через неделю, через две эти цены упадут и как вам будет обидно. Ситуация устаканится, стабилизируется на каком-то уровне. Да. Что вы будете делать с этими тремя телевизорами? Тем более мы такое уже проходили. Да, проходили. Это точно проходили. И многие потом даже не понимали вот своего такого поведения, зачем они вот приобрели вот это вот такое количество бытовой техники, например. Да. Вот. Поэтому здесь выжидательная позиция, она, наверное, наиболее, на мой взгляд, приемлема как с точки зрения самого человека, его потребления и потребления его семьи, так и с точки зрения влияния поведения человека на экономику в целом. То есть чем меньше у нас будет паники, чем больше будет спокойствия, тем экономика быстрее успокоится и сигналы будут более правильные. Никуда не бежим, деньги со счета не снимаем, технику в магазинах не покупаем, продукты питания, наверное, тоже смысла особенного сметать сейчас нет, я так подозреваю. Они есть на полках абсолютно. Опять же, создавать ажиотаж, в общем-то, он так и рождается, да, когда люди начинают себя особенным образом вести. А за валютой бежать? Опять вы видите, как курс валюты меняется. И вот здесь тоже я бы, наверное, посоветовала ту же самую тактику. Ждем. Как на объявлениях пишут, keep calm, да, то есть сохраняй спокойствие и, и дальше может там любую фразу, сохраняй спокойствие и никуда не беги. Получается так. Основной совет на сегодняшний день. Какие отрасли, по вашей оценке, могут наиболее серьезно, наиболее глубоко пострадать от этой, ну, действительно беспрецедентной экономической турбулентности? Ну, на мой взгляд, вот так вот, наверное, вот первое, что сразу же бросается, строительство. Строительство всегда используют кредиты, да, для заемной деньги. И, конечно, вот такой рост, процентный рост стоимости кредитов, оно приведет сейчас к некоторому вот такому замедлению строительства. Строить станет дороже, квадратный метр станет дороже, спрос упадет. И, кстати, А2, видимо, это ипотека, я правильно понимаю? Вы к этому подводите? Да, да. И более того, можно даже сказать здесь об определенных плюсах, потому что ипотечный рынок и строительный рынок так или иначе у нас последние года перегрет был. Это привело к тому, что строители стали возводить как можно скорее жилье не очень хорошего качества. Вот, и вот такое переосмысление поведения, может быть, вот оно даже нужно, я бы сказала, для того, чтобы вот это ипотечное кредитование несколько, хотя бы паузу взять, вот в этом небольшую паузу, но взять. Теперь второй момент. Это, конечно же, отрасли реального сектора экономики. Ну, возьмем машиностроение. Машиностроение. Те же, вот, допустим, производство суперджет, производство автомобилей, хотя считается во многом это отечественная продукция, но тем не менее... Большая часть, да, она идет из-за рубежа. И вот такая вот жесткость в поставке нам продукции, ну, достаточно высокотехнологичная, оно, конечно же, с одной стороны, вот сейчас приведет к определенному шоку в реальном секторе экономики. Но, на мой взгляд, вот кризис 2014 года показал, что мы можем перестроить свою экономику. И здесь как раз вот стартовая площадка для того, чтобы наша промышленность выстрелила с танкостроения, микроэлектроника, вместе с научной деятельностью, да. То есть это, своего рода, вот снова шанс нам вновать внутреннюю кооперацию. Это и вызов, и это и шанс. Плюс, вот, есть второй момент, мы всегда об этом говорили, внутри региональная кооперация, внутри России, она не была очень высокой. И понятно, что вот в этой ситуации, опять-таки, нам этот потенциал надо развивать. А сейчас деваться некуда будет, только друг на друга опираться, на тех, кто внутри находится. Самое последнее, какая-то региональная специфика в том, как мы будем преодолевать. Она имеется, но все-таки Свердловская область, большой регион, промышленный регион, да. У нас есть и промышленность, и сырьевой сектор, и большой сектор услуг, например, которому тоже сейчас тяжело. Ну, я считаю, у нас область сильной экономикой. Мы занимаем ведущие позиции, например, в мировом рынке по титану, и здесь вряд ли смогут отказаться другие страны, развитые страны, вот от этого продукта. Мы занимаем ведущие позиции по металлопродукции, прокату, в том числе трубному прокату, цветные металлы. И здесь, в этом отношении, мы что на российском рынке, что на мировом, мне кажется, здесь мы, свои позиции, они как-то изменятся, но, по крайней мере, экономике области, они очень и очень помогут. Спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что на стенде была Юлия Лаврикова, директор Института экономики Уральского отделения Российской Академии Наук. До свидания и удачи.